добрый вечер хочу поделиться с вами рецептом как приготовить рождественское блюдо сочево или кутья еще как известно вот мы использовали пшеницу здесь уже готовая на самом деле сочево это нас это полба и полу я замачивала то есть это вид пшеницы очень полезная полба замачивала на ночь то есть она замоченная далее покажите пожалуйста вот это уже готовая у нас можно сказать сочево это сыроедческая то есть изюм порезанный орешки есть и не хватает только мака как делается мак сейчас я тоже расскажу а здесь не сыроедческая сочева у меня вот она варится то есть то же самое такая же полба только она приваренная буквально полчасика я привариваю вот она уже мягкая водички много не нужно курага орешки мёд мак но самое интересное что мы делаем с маком я вот замочила кипяткой такая вот у нас получилось как бы кашица она настоялась немножко ну минут 15 наверное друзья запарила мак а далее вот этот запаренный мак я использую блендер у меня получается вот такая вот такая вот вот такая каша маковая каша самом деле очень вкусно мы прям аж пальчики оближешь вот и уже готовую эту маковую кашу я добавлю ее прям сюда и осталось добавить только мед и специи как специи я рекомендую корейцу может быть немножко зеленого кардамона ну сами подумайте что вы еще любите вот получается не хватает немножечко жидкого немножко воды я добавлю чуть-чуть хотя сейчас мед еще добавится и возможно станет жижа то есть вот это вот традиционное сочево-рождественского блюда естественно что готовить его нужно в хорошем настроении и вкладывать сюда в это блюдо как можно больше своих намерений пожеланий хороших светлых пожеланий добра здоровья доброты чего еще цвета вот поздравляю вас всех с рождеством готовьте такое вкуснейшее блюдо сочево очень вкусное намного вкуснее чем просто рис с сахаром и чем-то еще всем хорошего настроения и с праздником